Log Line Analyze таким образом гарантирует, что полученные 48 моделей можно рассматривать сначала по отдельности, построить на них свои регрессионные модели, и затем эти регрессионные модели объединить и получить одну общую регрессионную модель. То есть эти 48 модели обладают свойством аддитивности. Я возвращаюсь к файлу исходному, где у меня респонденты, а не профили. И снова обращаюсь к дисперсионному анализу. Только теперь я помещаю в дисперсионный анализ не все 9 предикторов, а предикторы из каждой частной модели. Ну, допустим, вот эти 5 предикторов, интерес к политике, просмотр новостей и политических программ, возраст, уровень счастья, принадлежность к религиозной конфессии. Из этих переменных я строю Full Factorial Model и получаю табличку с эффектами. Эти эффекты в сумме дают R² 0,212. Но мне не все они нужны, а только значимые. Причем я задаю значимость, чтобы на всякий случай избежать лишнего исключения. Значимость не 0,05, а 0,1. И отбираю только такие эффекты и заново строю дисперсионную модель. Она уже дает R² 0,139. То же самое я повторяю для остальных 48 моделей. При этом, запуская дисперсионный анализ только для значимых эффектов, я еще сохраняю и таблицы с оценками параметров. Это таблицы, в которых представлены сами микроэффекты. Что такое микроэффекты, вы можете посмотреть в моих видео-рекомендациях по логулиненному анализу. Коэффициенты этих микроэффектов, значимость микроэффектов. Но мне нужны сами наименования микроэффектов. Я копирую столбик с микроэффектами и два раза вставляю. Эти столбики мне понадобятся для создания фиктивных переменных для регрессионной модели. Причем, обратите внимание, в этом столбике вместо квадратных скобок круглые скобки. В этом вообще скобок нету. Здесь вместо звездочки значок end. Здесь точка.